С новым утром, дорогая Украина! С нами сегодня просыпается Майк Фротелло. Спасибо, что пришли к нам в студию и спасибо, что приехали помочь нашим баскетболистам. И первый вопрос будет таким. Вы были в NBA столько лет, а сейчас вы в Украине. Есть ли разница между работой там в Штатах и здесь в Украине? В последующие недели тренировок, а затем непосредственно турнира, мне предстоит сделать очень много работы. Во время этой поездки сюда мне удалось достаточно глубоко изучить, что представляет из себя баскетбол в Европе, какие соревнования и плей-оффы проводятся. Но до того, как начинаешь тренировки, нужно еще сделать очень многое. То есть цель номер один для вас в настоящее время – это подготовка к европейскому турниру. Правильно? Когда он проводится? Первая игра состоится 31 августа в Литве. Всего будет 4 группы – А, Б, Ц, Д. По три команды из каждой группы квалифицируются на выход дальше. Все это проводится в рамках квалификации на участие в следующих Олимпийских играх. Мы начинаем тренировки где-то 18-19 июля, что даст нам порядка шести недель подготовки перед непосредственной игрой. Мы сыграем несколько показательных игр здесь и в Литве, в Турции. И потом у нас будет еще несколько дней, чтобы подготовиться к выступлению на турнире. Последняя команда, с которой вы работали, была… Я был главным тренером Мэмфис Гризлис, а до этого я работал с Кливленд Кавайлерс. Но первой моей командой в НБА была Атланта Хокс. Какой самый ценный опыт вы вынесли со времен вашей карьеры в НБА? В Атланте для меня было очень ценным и важным быть тренером такого незаурядного игрока, как Доминик Уилкинс. И, конечно, невероятная по напряженности серия из семи игр с командой Бостон Селтик, в последней игре, в которой мы проиграли бостонцам всего два очка. После этого я работал в Кливленде. Когда я начал работать, я был уверен, что с этой командой вполне по силам выиграть чемпионат НБА. У нас было три игрока, которые вошли в команду Олл Стар. Единственное, что в предыдущем чемпионате помешало им выиграть, был знаменитый бросок Майкла Джордана. Поэтому ожидания у меня были очень высокими – выиграть чемпионат НБА. Но не прошло и двух недель, как у одного из этих игроков сборной Олл Стар. Центрового произошло смещение двух дисков позвоночника, и он вынужден был вообще прекратить свою карьеру. Второй Олл Старовец Форвард в том сезоне перенес две операции на колени и тоже вынужден был проститься с баскетболом. После этого было принято решение начать создавать команду по новой, сохранив костяк из старых игроков и доукомплектовав ее талантливыми новичками. Мемфис тоже был ни на что не похож. Я взялся тренировать команду, когда сезон уже был в разгаре. К тому моменту у команды было 5 побед и 11 поражений. Передо мной была поставлена задача вывести команду из этой цепи поражений. И мне это удалось. Мы смогли одержать 45 побед и в итоге все-таки выйти в плей-офф. Ну что ж, надеемся, что с вашим опытом и нашей страстью к работе вы приведете нашу лигу к хорошим результатам. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи. Желаем нашей команде удачи и надеемся увидеть вас в следующем году в Великобритании на Олимпиаде. Я тоже надеюсь. Майк Фрателло с нами сегодня просыпался. Тренер национальной сборной Украины. Мы скоро увидимся.